Часто собственники бизнеса приглашают какого-либо кандидата на позицию, к примеру, интернет-маркетолога. Он у них проходит испытательный срок 3 месяца, после чего результаты, которых ожидал собственник от этого кандидата, не достигнуты, и приходится прощаться. Собственник потерял 3 месяца, так скажем, развития. В это время он мог достичь сверхрезультатов, ну или вообще крутых результатов, кратного роста этих результатов, но не достиг. По причине того, что 3 месяца он понимал, насколько эффективен или неэффективен тот кандидат, который к нему пришел на собеседование. Для того, чтобы этого избежать, вам необходимо выстроить правильную воронку найма. Для этого необходимо проводить массовые ассессменты. То есть приглашать не одного человека на собеседование сейчас, в единицу времени, к примеру, на час дня один человек, на два часа второй человек, на три часа другой человек. Так ваш HR менеджер сможет нанять, ну точнее про собеседование в день, ну сколько, 7 рабочих часов, 7 человек, и то он будет, так скажем, очень сильно уставшим, и глаз его может весьма замылиться. Плюс, ну 7 кандидатов, это не такая большая выборка для того, чтобы найти того самого. Существует такой термин, способ, метод, как массовый ассессмент. Сейчас, в эпоху коронавирусной пандемии, это можно проводить даже в онлайн. Какая задача? Вы приглашаете кандидатов на одно и то же время, на которое вы не делаете массовое собеседование, вы проводите массовую презентацию о вашей компании, рассказываете, кто вы, что вы, отвечаете на вопросы. В онлайне это можно сделать в зуме, вживую, собираете группу людей. Достаточно, если уж вживую, мы говорим, то 10-15 человек больше не нужно, будет хаос и балаган. В онлайне можно привлекать кратно больше людей одновременно. Вы массово привлекли такой объем, скажем, потенциальных кандидатов на вашу массовый ассессмент, провели ассессмент. После некоторые люди встали и ушли, потому что, в принципе, ваши компании им не понравились. Например, в некоторых компаниях нельзя курить. В некоторых компаниях, ну, вы рассказываете о модели мотивации, к примеру, что у нас нет окладной части только за результат. Ну, опять же, люди встали и ушли. Кому-то не понравился продукт, кому-то не понравилось как-то другое. Отлично, есть какая-то воронка, есть какая-то конверсия. У вас осталось, допустим, из 30 человек 20, ну, или из 15 10. 10 человек осталось. Дальше. В вашей компании обязательно должны существовать какие-то принципы, принципы работы, то есть даже не принципы, а те черты характера, которые вы желаете видеть от кандидата. Плюс, грамотный HR-специалист может задавать такие вопросы, по которым он понимает, подходит вам, соответственно, сотрудник на работу в вашей компании или не подходит. Для того, чтобы это сделать массово, вы создаете анкеты, анкетирование. Раздаете каждому, кто остался, либо в электронном виде в Google Docs, либо вживую на печатанной на листе бумаги. Анкеты, люди заполняют их, потом вы забираете эти анкеты или проверяете их, соответственно, в онлайне, и на основании анкет вы понимаете, какие ценности у сотрудника потенциального, подходят они вам или нет. После того, как люди заполнили анкету, вы можете прямо сказать, что извините, товарищи такие-то, такие-то, мы с вами прощаемся, с такими-то, с такими-то, мы продолжаем общаться дальше. Те, кто остался, вот с ними вы уже проводите персональные личные собеседования, то есть у вас уже есть два фильтра, по сути. Первый, вы когда презентовали на массовом ассессменте вообще ситуацию, которая происходит у вас с компанией, кто вы, что вы, зачем вы, что производите, и предоставляете. Второе, это анкетирование, то есть на фильтр по ценностям, и только потом вы проводите личное собеседование. После того, как остались какие-то там два-три кандидата после вашего личного собеседования с HR-менеджером, можете пообщаться вы как собственник бизнеса, для того, чтобы понять, подходите ли вы по ценностям. Но, скорее всего, анкетирование уже выявило то, что он подходит вам по ценностям, а собеседование с HR-менеджером выявило, что вы сойдетесь по характеру, потому что для этого и нужен, собственно, HR-менеджер, и одна из его ключевых компетенций, понимать, уживется ли будущий кандидат в коллективе. Далее, очень рекомендую, если это специалист узкопрофильный, а вы сами, к примеру, не разбираетесь в этой области, например, интернет-маркетинг, о котором мы сейчас говорим, провести собеседование с тем человеком, который является экспертом в маркетинге. Вы как бизнес, как бизнесмен, как собственник бизнеса наверняка имеете партнеров, которые настраивают вам контекстную рекламу, ранее настраивали, или же просто есть агентство, диджитал, и собственник этого диджитал-агентства ваш хороший знакомый. Возможно, у вас уже в штате есть человек, который занимается маркетингом, и он способен провести финальное собеседование с этим кандидатом для того, чтобы выявить его реальные компетенции. Он может дать ему тестовое задание, он может послушать его достижения в области маркетинга и понять, насколько это достижение является достижением. Таким образом, вы избежите кота в мешке. Скорее всего, на момент записи этого видео мы предложим вам услугу, благодаря которой вы сможете отправить человека на собеседование персональное с нами. Мы пообщаемся с ним 10-15 минут в зуме или в скайпе и выявим, насколько он подходит к вам на позицию, на которую вы его нанимаете. После того, как он прошел все этапы собеседования массовой ассессии и анкетирования, вы отправляете его на стажировку. На стажировку вы должны запланировать, допустим, она длится 5 дней, то есть рабочую неделю. На каждой из этих дней вы должны предоставить ему какое-то задание, может быть не одно, а то достаточно с плотной загрузкой такой. И чтобы по результатам каждого дня вы могли смотреть, насколько человек хорошо справляется. Соответственно, так как этих кандидатов, скорее всего, у вас будет 2 или 3, вы будете сравнивать, видеть, что один оформляет лучше, допустим, материал. То есть достаточно понятно преподносит то, что он сделал. Это ведь немаловажно разобраться потом еще, что предоставляет вам ваш сотрудник. Также в глубину вообще проработки вашей задачи вы сможете увидеть качество. Все это важно и все это сможете вы увидеть на этапе стажировки. К концу стажировки у вас останется, скорее всего, один, может быть, два сотрудника. Ну, как правило, один лучше всегда остается. И тогда он уже приступает к испытательному сроку. В разных компаниях это по-разному, там, 3 недели, 2 недели, месяц. И тогда он уже вступает в подчинение непосредственно к своему руководителю и приступает к бой. Дальше они работают и уже по результатам испытательного срока можно понять, насколько он ужился в коллективе, насколько он выполняет свои обязанности, насколько он подходит по ценностям. Ну, то есть уже окончательно можно понять. Однако вы выбираете, получается, из массовой выборки, из массовой аудитории, там, 10, 15, 30 человек лучшего и самого подходящего, который подходит к вам. И вероятность того, что он уживется, приживется, а также компетентен, если вы проводили соответствующее собеседование с экспертом, очень высока. Это сильно лучше, чем взять одного кандидата, которого вы выбрали, там, из пяти и, соответственно, ждать, что же будет дальше. Сможет он, не сможет. Сделать он результат не сделает. Вы теряете время, вы не дозарабатываете деньги. Это большая проблема в бизнесе, когда у вас нанимается, допустим, не один человек, а постоянно вам необходим найм. То есть такой метод используется в отделе продаж, где большая текучка. В любом отделе, где нужен хороший, компетентный специалист, где существует найм, когда существует задача найма, необходимо использовать такую воронку найма. Это самый эффективный метод на текущий день.